Всем привет! Продолжаем с вами практический курс по веб-программированию. Надеюсь, что первое задание, первую лабораторную работу, первую практическую работу, связанную с тем, чтобы освоить основные технологии веба, вы успешно выполнили. Если нет, то, пожалуйста, доделывайте. Если есть вопросы, остались вопросы какие-то, то, пожалуйста, не забывайте. Не задавайте. Каналы связи известны. Итак, сейчас мы с вами продолжим выполнять те задания, до которых мы с вами более-менее договорились. Итак, вот здесь у меня на сайте cadenysb.org веб-программирование есть задание очникам BI, задание очникам BI. Их отдельно у себя из файликов лучше открою. Задания они почти одинаковые, что для одной специальности, что другой. Есть небольшое отличие. Они отдельно отмечены, но действительно небольшие. Итак, сегодня мы с вами займемся тем, что освоим первую технологию HTML. Если вы с ней хорошо знакомы, то можете просто продемонстрировать свои навыки работы с этими элементами в HTML-файлике. Ну, и включите его в отчет, то, что мы делали. С остальными поработаем с этими моментами. Ну, особенно может заинтересовать вас работа, в конце будет занятие, работа с формами. Передача форм и маленько совсем о приеме формы на стороне сервера. Про отличия сразу же скажу, что бизнес-информатикам необходимо научиться делать анализ конкурентов. По анализу конкурентов необходимо сделать небольшой отчет, в котором бы вы привели. Вот, посмотрите, у меня небольшой пример есть в проектировании веб-сайтов и задание на проектирование. Где оно у меня? Закрыл. Вот, задание на проектирование. Вам в результате анализа конкурентов необходимо будет составить вот такую вот таблицу. В ней должны быть указаны конкуренты и элементы сайта, или функционал сайта, или еще что-то на сайте, что у кого есть. Ну, и по результатам анализа необходимо определить, ну, грубо говоря, что вы будете делать на сайте. Да, вот, например, у всех есть контакты, значит, вы на сайте, на своем контакте тоже захотите делать, скорее всего. Ни у кого нету возможности онлайн-заказа, соответственно, надо делать эту возможность, это же будет конкурентное преимущество вашей системы. Вот, таким примерным образом анализируем конкурентов. Перед тем, как составить таблицу, необходимо пробежаться по сайтам конкурентов, чуть-чуть их поскриншотить, сделать комментарии по тем элементам, которые вы дальше напоминаете. Вот это, ну, одно из основных отличий бизнес-информатиков и программных инженеров. Ну, если программистам тоже интересно этим позаниматься, можем как-то перестроить способы оценки, перестроить баллы, но, тем не менее, все-таки давайте придерживаться по возможности запланированного. Итак, сейчас вспомним списки, ну, были уже на прошлом занятии, потом перейдем к таблицам, а таблицы потом переделаем в блоки. Вот такой план на сегодня, ну и в конце, как обещал, поработаем с формой. Начнем эксперименты со списками. Так, задания закрываю я их, запомнил во всяком случае. Сейчас поэкспериментируем со списками. Возьмем файлик, один из тех, с которым мы играли. Вот, pr.html, он у меня называется. Вот здесь вот он у меня открыт. И вот вверху список из двух элементов. Давайте элементов чуть-чуть добавим. Сделали шесть элементов. Сделали с помощью тега OL, OrderedList, нумерованный список. Открывается OrderedList, закрывается. Элементы списка, ListItem, вот они, выделяются тегами LE. Возможно, ошибки бывают. Иногда видел в результатах работ. Каждый элемент списка записывается в отдельный список. То есть открывают OL, делают LE, OL закрывают и так далее. Ну, что неправильно, что ошибка, что затрудняет дальнейшую работу, или автоматическую, или обработку полученной страницы, там, навешивание стиля и прочее. Резко снижается мобильность. То есть, если этот список один, он должен быть один список. OL, OrderedList, ненумерованный список. В этом варианте у нас вместо списка будут, вместо номеров списка будут точечки, пункты. В общем, все про списки. Можно списки делать внутри списков. А вот внутри какого-нибудь элемента списка, новости, например, не, вакансии. Будем сделаем, например, несколько вакансий. Вот вакансии, вот здесь у нас. Давайте сделаем отступ. Какой-нибудь побольше, чтобы было вам виднее. Внутри одного списка у меня получается другое. Вот так вот для красоты. Вот элемент списка открылся, элемент список закрылся. И внутри одного из списков еще один список. Вот внутри пусть будет нумерованный. Вот так получилось. Если же сделаем мы маркированный, то там, наверное, другие маркирочки должны во вложенном списке получиться. Голосую за полые. Да, вон, кружочки незаполненные получились. Вот, в общем, все про списки, что я хотел дополнительно рассказать. С таблицами же все гораздо интереснее. Интереснее до такой степени, что их стараются как можно меньше использовать. Но об этом чуть попозже. Итак, что же с таблицами такого интересного? Я тут ее немножко запортил. В таблице есть TR. Это TableRow. Строка таблицы. И TD. TableData. Ячейки таблицы. Вот ИТАш еще я тут для эксперимента делал. И вообще дополнительные, вот кроме TR и TD в таблице, вот все остальные дополнительные штуки, они... Я вообще не видел, где они нужны бывают. Сколько своих сайтов не делали, сколько не смотрел чужих сайтов. Никогда не видел, что вот остальные теги, которые есть в таблице, там, TBODY, THED, там, еще что-то, играют какую-то роль. Есть... Да, можно задать ширину колонок в таблице, там, как-то хитро, там, колами как-то или еще как-то. Да, тут тогда надо в таблице какой-то делать заголовочек небольшой, но я делаю это только один раз и только для лабораторных работ. Поэтому вот повторяюсь, что в таблице, кроме TR и TD, ничего по жизни не надо было никогда мне. Вот TH, это заголовки таблицы, они делают... Ну, давайте одну ячейку сделаем как заголовок, посмотрим, что получится. Так, и сделаю, чтобы видно было сразу же рамочки у таблицы, сделаю бордер единичку. Не просто бордер напишу. Вот видите, сделал одной ячейки TH, что это типа заголовок, но она отличается только жирным. Я с тем же успехом мог бы стилями задать жирность или еще чем-то. Делать это именно другим видом ячеек, это скорее анахронизм. То, я напоминаю, HTML, там таблицы появились до того, как появились в браузерах стилей, вообще понятия стилей. Раньше все было на голом HTML. Вот тогда и были всякие фигни у таблиц, сейчас достаточно TD. Все красивости, оформлительности и прочие вещи задаются стилям. Может, если вам для указания стилей потребуются какие-то дополнительные теги задавать, которые есть в таблицах, делайте. Но вот, я повторяюсь, по факту никогда их не использую. Вот, что с таблицами можно делать? Вот на примере этой. Здесь у меня объединены вот так вот несколько ячеек. Здесь ячейки объединены по строкам. По строкам объединяю. Называется Rowspan. Вот эта вот ячеечка ку-ку-ку. Давайте не ку-ку-ку, назовем ее, а для интереса назовем и-и-и. Вот. Эта ячейка растянута на две по вертикали, на две строки. Что надо отметить? Когда вы делаете Rowspan, то есть объединяете на две строки ячейку, то в следующей строке, которая попадает под раздачу таким образом, надо, чтобы был запасик в ячейках. То есть, если в таблице здесь у меня подразумевается шесть ячеек, вот, видите, по две ячейки объединены, подразумевается, что вот первое, в первом там по две ячейки объединены, три ячейки, да, три, два, шесть. Во второй строчке у меня две ячейки по три объединения, тоже шесть. И в последней строчке у меня тоже должно быть шесть. Ну вот вторая тройка, это вот сверху как бы падает вот эта вот ячейка ИИ, вот у нее есть Rowspan 3, и вот эти вот три ячейки, недостающие оттуда вылазят. Если будет какая-нибудь ошибка, если мы тут сделаем там не шесть ячеек, ну, вернее, не три ячейки, которые есть свободные, а четыре, то, соответственно, таблица у нас становится на семь ячеек, и у верхних поедет, поедет верстка маленько. Так. Ну тут, так, не сохранил, я сохранил. Ну здесь вот слабо видно, а мне вот тут вот с края вылазит. Больше сделаем, но тоже не видно будет. А если сделаем поменьше? Такое чувство, что я другой файлик редактирую. Так, чё, что, почему у меня не работает? Все же должно сломаться от этого. Или он просто игнорирует неправильный Rowspan. Давайте шлепаем тогда ячеек побольше, ну, чтобы этой ошибки добиться, которую я хочу показать. Да, вот, видите, неверное число ячеек внизу получается, и справа они вылазят. Там просто, ну, пустые ячейки получались, поэтому не видно было этой ошибки сразу. Ну, дальше она могла бы сыграть, и её было бы видно. Вот поэтому такая вот хитрая штука, Rowspan, надо подразумевать под неё место. Вот ещё одна неудобность таблицы. Ещё одна неудобность таблиц заключается в том, что вот стандартные рамки часто не устраивают ни дизайнеров, ни заказчиков, ни самих разработчиков. И поэтому рамки рисуются с помощью стиля. Вот давайте я вам просто покажу, какая неприятность возникает при рисовании рамок. Вот берём эту вот ячейку, ну, я жму исследовать элемент, можно отдельно вызвать средства разработчика. И говорю, что... Да и вообще давайте я скажу, не одну ячейку, а всем ячейкам сразу же я скажу, что... Так, надо добавить новую таблицу стиля. Так, все ячейки в таблице, скажем, что у них есть бордер. Бордер сплошной, не штрихами. И шириной, там, допустим, один пиксель. Одну точку экрана. И вот смотрите, что с ними стало. Ну, что попросили, то и сделали. То есть вместо таблицы ожидаемой мы получили кучу ячеек, каждая в своей рамочке. И дальше, чтобы они схлопнулись, чтобы действительно было между ячейками не две границы, а вот одна, надо так и сказать, что... Что рамки должны схлопнуться. Ну, это для самой таблицы. То есть в Table указываем, что бордер должен коллапсировать. Бордер. Бордер. Коллапс. И коллапс. И сейчас вот как раз это и получилось, что рамочки, они коллапсировались, пустое место между ними коллапсировались, и они объединились. Вот, кроме этого, у таблиц бывают еще определенные неприятности. Тут бывает еще ширина ячейки, еще что-то. В общем, как-то я пытался... Ну, не как-то, а каждый раз, когда пытаюсь... Когда приходится с таблицей работать, и грамотно выстроить ее, все там буквально до точечки выровнять, каждый раз возникают проблемы, и вечно в справочник лезут для этого. Поэтому, в том числе, таблицы для верстки не используются. Вот как раньше делали. Брали на всю страничку, растягивали большую таблицу, и по ее ячейкам размещали элементы. Это... Ну, когда не было стилей, по-другому и не получалось делать. Когда получили стили, мы сейчас делаем следующим образом. Мы все элементы... Вот я тут выделил три элемента. Вот менюшка, грубо говоря. Дальше какое-то там... Привет, ЗАЗАЗА. И вот эта таблица. Вот я их сделал каждый отдельным блоком. Ну, можно было другое что-то нарисовать. Ну, вот из того, что было, выбрал. Вот они, три блока. По умолчанию эти три блока, они даже не видно там, что это блоки какие-то. Вот просто одно за другим выстроено. А сейчас я вам покажу, что в отличие от таблиц, можно сделать с блоками. Блоки можно, например... А, да что, я прямо тут... Вот у меня средства разработки есть. Вот я прямо возьму, и блоки... Блоки у меня, напоминаю, объединены, ну и сформированы с помощью тега div. Эти блоки возьмем и выстроим друг за другом, слева направо. Поменяем всего лишь способ их отображения. По умолчанию отображение блока, это блок, вот так вот. Так сделаю, ничего не меняется. Это по умолчанию. А чтобы сделать то, что мы хотим, сделаем inline-блок. И видите, они... Сейчас я уменьшу масштаб, чуть-чуть сброшу его. И все элементы выстроились друг за другом. Вот первый блок, вот второй блок, вот третий блок. Ну и тот, и другой момент можно было сделать с таблицами. Но таблицы, они, повторяю, они лишены гибкости. И дальше, если говорить опять же про различные адаптивные верстки, еще про что-то. Вот так с таблицей не получится. Вот экранчики маленькие на телефонах, надо все видеть, а оно бы так не сделалось. Оно пришлось бы пальцем возюкать там влево-вправо. Ну, а вообще по стандарту, вот когда они вылазят что-то на экран, оно должно друг за другом вот так вот выстраиваться. Ну, не по стандарту, конечно. Принято так сейчас. Ну, про адаптивную верстку мы с вами еще по... ее еще пообсуждаем отдельно. Так. А, что еще? Чем еще хороша блочная верстка? Да, вот я вам рекламирую, я вот эту лекцию надо рассказывать 20 лет назад была, да, вот когда появилась блочная верстка в противовес табличной. Сейчас вообще, по-моему, термин даже блочная верстка не используется, потому что это, ну, просто по-другому люди не представляют, как. Тем не менее, время от времени я наводаю на сайт или работали, где берут и все-таки таблицы верстать умудряются что-то. Ну, явная ошибка. Ну, просто явно какой-то новичок узнал таблицы и решил, о, так это же прикольно, можно в таблице по... все на всю страницу сделать таблицу по яченькам и раскидать. Вот. Что еще дает блочная верстка? Мы можем взять какой-то элемент, вот эту же табличку, например, и запихать ее куда угодно. Вот, например, возьмем ее и поверх всех остальных, поперек экрана, заделаем. Так. Давайте для этого... Ну, в стиле мы как бы еще не проходим, да. В стиле у нас на следующем занятии. Я просто поясняю принципы этой блочной верстки. Вот сейчас дивику давайте зададим айдишник какой-нибудь. Назовем его айдишник ттт. Да, фантазия вечерняя у меня блещет, как всегда. И зададим стиль для элемента сайдит ттт. Вот так, так вот, чтобы было лучше. И скажем, что он должен быть... Что у него позиционирование должно быть абсолютное. Так. Не делайте никогда. Это крайне плохой стиль программирования с абсолютным позиционированием. Потому что негибко получается. Элемент не соотносится с другими элементами сам по себе. И, например, отступ сверху сделаем 100 точек. Отступ слева 200 точек. И вот мы получили табличка взяла у нас и поверх всего остального вылез. Иногда применяется такая штука. Ну, вообще я не готова. Я не учу вас сделать абсолютное позиционирование. Не палите меня, если что. я топлю за то, что с помощью блочной верстки можно достичь чего угодно. Такой простой пример, что вообще элемент куда хотим, туда и его перемещаем. Хотя здесь они друг за другом расположены. По умолчанию, да, стили все скинул. Теперь загружу страничку, вот они друг за другом. А дальше начинаем. можно стилями блоки чуть не там местами менять и располагать по странице как попало. Вот что я вам хотел рассказать про блоки. Бочную верстку, да, с опозданием на 20 лет. И перейдем теперь к формам. Про формы, ну, основные элементы форм есть в презентации у меня. То, что про формочки мне казалось интересным и основным я сюда выкину в лекции. Ну, в презентацию к лекции. Здесь чекбоксы есть, здесь примерчик работы с выпадающим списком, пример работы с радио точками, да, где там переключается либо текст, либо html, и простые текстовые поля ввода. Ну, и кнопка поспать. Типа са. Вот. По самим как делаются элементы можно здесь глянуть. Больше интересует, что вообще из себя представляет передача данных из браузера на серверную часть. Итак, давайте какой-нибудь сделаем новый файл. давайте сделаем формочка. Форма. Так, сделать скорее, чтобы это было html, чтобы у меня теги сами по себе закрывались. Давайте назовем файл. Так и назовем форма html. И сделаем какой-нибудь остальные поля, ну, поля воды, я повторяю, рассматриваются у меня в презентажке. Я просто сейчас поговорю о том, как эти формочки, как поля воды эти отправляются на сервер. Например, сделаем простое текстовое поле input type равно текст. Вот такое и все. название назовем мы это поле ввода как-нибудь особенно xxx. Так, открываем форму браузер вот оно в поле ввода вот написали вот как бы отправили ладно и так это просто и так для интерактивной работы пользователя и веб-сервера или страниц там еще чего-то часто используется поля ввода либо текстовое поле ввода остальные опять же посылаю презентацию вас куда эта формочка куда эти данные передаются куда передаются данные указываются у основного тега форм вот например скажем что результат действия кто будет обрабатывать называется программа давайте назовем ее п.php то есть здесь указывается ссылка ну либо файл если файл лежит в том же каталоге что и наша html форма html то указывается без пути в общем случае можно указать ссылка ну давайте давайте сделаю ссылкой заодно откроем посмотрим нам же надо будет на сервер это кстати подумайте зачем нам сервер для обработки форм сначала кстати не всегда вот сейчас вот какие-то есть хитрости что там формочки и без сервера можно обрабатывать но сервером оно всегда удобнее так url сайтом вот копировать там я наверное ой 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 что-то я не то нажал control v нажал там копировать вставить так что за кукусики какие-то такие еще раз копировать вставить там у меня кажется я сделал себе каталог кдб вот я это и переписал сейчас вот хоп сохраняю и еще указывается метод передачи давайте начнем с простого метод get да сейчас мы с вами обсудим передачу формы на сервер и два метода метод get и метод post итак открываем нашу формочку убираем лишнее так вот наша формочка из одного поля пишем какой-то текст нажимаем enter и вот она пытается передать все что мы набили на сервер итак вот смотрите что произошло и сильно увеличил итак вот эта вот часть это то что было задано атрибутом action у поля форм вот у поля форм атрибут action и вот указывается название программы которая будет обрабатывать введенные данные формы на сервере да перед тем как отправить на сервер формочку можно и в браузере отрабатывать но в браузере работать с формой она практически бессмысленно это можно работать если это какая-нибудь игрушка обычно форма требуется форма обратной связи грубо говоря это чтобы что-то заполнить и передать заказчику передать это значит ну через сервер все-таки бывают бывают различные сейчас веб-технологии позволяют делать что попало мы пока обсудим классику да можно передавать из одного окна в другой из одного браузера в другой что только не на придумывали мы проговорим мы проговорим сначала основной элемент основную даже не хитрость а вот основной способ передачи данных из формы и так да кстати в комментариях напишите я вот некоторые вещи можно передавать из браузера в браузер а вот можно ли данные из формы из одного браузера перекинуть другому от одного пользователя другому минуя сервер даже интересно стало можно ли это как-то организовать так по-хитрому вот да плюс балл тому кто скажет как можно из одного компьютера на другой браузер и соединить напрямую чтоб они друг другу что-то свали никогда о таком не задумывался первый раз сейчас есть у меня пара ключевых слов которые по которым можно поискать мы посмотрим как вы справитесь и пишите тогда в комментариях под видео что у вас получилось с этим делом но а я повторяю что мы передаем на указанный сервер указанной программе данным программу мы пока не написали поэтому нам сервер сказал что ошибка 404 такого файла нету запрашиваемая ссылка не существует на сервере вот это то что мы указывали в качестве ссылки на программу а дальше после знака вопроса идут те данные формы которые мы передаем давайте для показательности сделаем формочку все-таки из хотя бы из двух элементов давайте приделаем чек-бокс чек-бокс тут стоит чек-бокс нам равно вы понимаете что он им будет игрок 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 и значение которое будет передаваться если кнопочка будет нажата да а тут просто какой-то текст рядом с чек-боксом чтобы пользователь видел что он там чекает на что нажимает все вот вот у нас сейчас поле ввода и чек-бокс все чекнули послали и вот передаются данные на сервер программа так и не найдена все еще и вот передаваемые данные вот это вот поле name это то значение которое записали мы текстом забили в поле ввода текста это имя поле ввода этого чек-бокса это то value которое в нем задано в самом коде вот в коде прямо это и написано да вот на этом не обращает внимание там это вот да и записывает ну как бы значением параметра игрок 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 вот так передаются данные методом get то есть прямо юрелом чем хорош такой вариант если передаются какие-то стандартные данные или данные передаются программным путем сформированы можно эту ссылку прямо сохранить и это передать другу передать программе генерировать автоматически вот эти вот какие-то значения если это некий программный интерфейс ну и главное что можно передавать эту ссылку друг другу вот некоторых некоторых сайтах нужная страница определяется вот не не только путем но там генерируется автоматически в зависимости от параметров ну это не совсем хороший способ когда страницы на сайте делаются таким образом но тем не менее встречается и довольно часто то есть эта ссылка с таким образом передаваемыми параметрами методом get она видна она показывается чтобы отследить как идет передача на сервер вот можно глянуть средства разработки и средства разработки выбрать сеть вот видно было что здесь вызывалась программа п на сервере таком-то видны передаваемые параметры видно ответ там 404 не найден ubuntu ubuntu это у меня случайно получилось внутри этого контейнера сервер естественно здесь на дебе не я не нашел контейнер вам с дебе нам почему-то вот параметры ответ так дальше второй вариант передачи это метод пост в этом случае параметры командной строчке не отображаются вот тоже самое заполняю откликиваю записываю ему отправить и тут вот уже в строчке нету эти параметры передаются грубо говоря на стандартный вход этой вот программе то есть сервер передает на стандартный вход вот можно также возвращаясь к средствам разработки глянуть что происходит видно что тут метод пост вот он отображается и передаваемые параметры кстати также видно хотя но их соответственно какой-то ссылкой передать другу с этими параметрами невозможно а если использовать средства с командной строчки типа курла или вагета вагет даже не знаю потянет или нет а курлу надо делать дополнительные телодвижения чтобы можно было автоматом передавать параметры передаваемые с помощью поста вот но с другой стороны например тот же файл если мы передаем если делаем поле ввода типа файл то уже никакой метод get вот файл вот сюда вот никак не забей никак его сюда не вставить не получится какой-нибудь файлик выберем на рабочем столе ничего даже нету на душу не знаю какой файлик а нажмем я вместо кнопки отправить и нажимаю enter в поле ввода поленился кнопочку отправки сделать вот и что у нас мы видим передается нажимаю средства разработки в 12 сеть надо обновить страничку и повторить отправку вот видно передавался файл а и он передавался ну тут ты указывается только имя файла передаваемые сами данные идут отдельно передачи мину методом get соответственно не передать никак файлик поэтому используется метод пост из простых так как на сервере ну давай видите эту небольшую программку pphp напишем и посмотрим что я передается где там было у нас доступ давайте зайдем на сервер и эту программку там сделаем я через командную строчку зайду мне так вообще удобнее привычнее так какой у нас там пароль ага вот у меня тут записан хорошо я все время паника паника что я пароль забыл так видно что зашли на сервер вот указана ламп у меня уже захожу в свой каталог так вы кстати наследовали что-то уже о сколько уже народу что-то наделала молодцы молодцы уважаю давайте остальные подключайтесь кто еще не поделал ну я повторяю вы можете на своих серверах это делать и кто-то уже мне в таком варианте сдал сами организовали хостинг уважение тем кто это сделал и тем кто не сделаю так едок хорошо и на своем сервере ли на моем что я хочу п . печки сделать так программами печки мы с вами уже разбирали начинается вот с такого вот конструкта и давайте просто выведу на экран на эхо привет напишу там какое у нас поле было передается спряталась уже xxx например передается поле xxx методом post так и напишем привет из метода post xxx например так про печки поставим обновляем повторяем попытку все уже файл найдены нам написали привет 555 мы там как раз передавали в xxx пятерочки здесь можно как-то подправить данной формы и по и подсвать по новой вроде отдел так как-то как-то ей как ты это делал браузер может не в этом не файфоксе но как-то подделывал данные что неудобно здесь вот взять и вот другие данные посылать неудобно поэтому вернемся если к методу get если простые данные вы точно понимаете что при будут передаваться простые данные то удобнее особенно при оплатке использовать метод get здесь напишу get вот программки тоже напишу серверной части сервере то что я делаю так тут сохранил тут сохранил так вернусь к форме поменяю что-нибудь на что-нибудь вот можно взять и например лишним убираю чтоб не мешалось написать тут вася привет власть то есть так оперативнее отлаживать программу так как побыстрее работает можно этот пример чем взять кому пересылать какому-нибудь коле да вот напишу коля коля можно посылать ссылку и там программа какую какой имени назовешь с тем будет здороваться удобно для пересылки ссылок удобно для того чтобы как оперативно отлаживать программу метод get неудобно когда надо передавать большое количество полей большие массивы информации как поле вода поле адресное поле браузера и вообще ограничение на вот юрел это все же у нас юрел они существуют по гостам в смысле не по гостам а по стандартам я не помню какое но далеко не бесконечно вот поэтому большой объем данных рекомендуется передавать методом пост вот если кратенько о формах поэтому вот задание вам к следующему занятию освоить на этом занятии вот в рамках этой практике освоить эти элементы html а напоминаю у нас там были открою только у программистов да то есть освоить списки таблицы блоки и формы то есть по своей вот предмет новости которую вы выберете сделать что-то с ней связано с использованием этих элементов показать что вы с ними разобрались вот при возникновении вопросов пожалуйста связывайтесь со мной вот единственно что в субботу буду сильно занят ну да ну вообще в субботу поэтому постарайтесь пораньше все делать и если что пишите звоните ну на сообщение постараюсь ответить то есть пишите мне лучше мессенджеры контакты я вам все оставлю все давайте удачно доделать первую лабораторную вижу еще и и не все сделали и приступить к этой ну можно там где совместить одну в другой наша задача показать что вы научились работать с этими средствами все давайте счастливо я вас верю в меня надеюсь тоже пока